Дагестан В Дагестане более 13 тысяч человек нуждаются в паллиативной помощи. Проблему обсудили в Третьей городской больнице. 54 школы и 11 детсадов. Именно столько образовательных учреждений построят в этом году в Дагестане. Об этом сообщили на очередном совещании под руководством Сергея Меликова. В их числе и запланированные к вводу в эксплуатацию 7 школ на полтора тысячи учебных мест и 4 детских сада на более 400 мест. Объекты будут возведены в рамках национальных проектов образования и демография. Детский сад есть, а дороги к нему нет. В Махачкале начался ремонт участка улицы Даниялова от дома номер 90 до проспекта Петра Первого. Данные работы проводятся в рамках проекта «Мой Дагестан. Мои дороги». Как сообщает глава города в своем телеграм-канале, все это делается в целях создания условий для доступа к детскому саду номер 40. Здесь проводятся работы по обустройству тротуара, укладке выравнивающего слоя асфальтобетона, поднятие люков на уровень проезжей части дороги с последующей укладкой верхнего слоя дорожного полотна. Протяженность ремонтируемого участка составляет 680 метров. Сегодня начаты работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Отметим, что накануне из-за ремонтных работ данный участок перекрыли для проезда. Ремонт обещают завершить до конца текущего года. Акция «Сад памяти» прошла в четырех школах Махачкалы. Участниками мероприятия стали представители городской власти, родственники погибших участников СВО, педагоги и их воспитанники. Они высадили на территориях учебных заведений более тысячи деревьев. Школьники пообещали, что будут ухаживать за каждым саженцем и чтить героев, которые погибли, защищая интересы и независимость страны. Напомним, что накануне Дня народного единства сады памяти заложили в 14 районах Дагестана. В Дагестане собрали рекордное количество арбузов и дынь. Урожай бахчевых в этом году на 20% превысил прошлогодний и составил 220 тысяч тонн. При этом растут и площади, отведенные под эти виды сельхозкультур. Так, за три года территория увеличилась почти в два раза. В основном арбузы и дыни выращивают в Ногайском, Кизлярском, Тарумовском и Бабаюртовском районах. При этом наша продукция поставляется и в другие регионы страны. В том числе их можно встретить в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и в других городах. Далее короткий обзор заметных региональных и мировых новостей в рубрике «Дайджест». Затем продолжим. Фермеры из селения Джаба Ахтынского района отправили в зону СВО свежее мясо баранины и говядины. Продовольственный груз уже доставлен до бойцов. Участники спецоперации поблагодарили дагестанцев за посылку и сказали, что продукты питания будут распределены по разным бригадам. Власти Дагестана могут потратить на закупку недостающих школьных книг в следующем году 452 миллиона рублей. Денежных средств хватит на 500 тысяч учебников, в том числе по национальным языкам. В прошлом году на учебные пособия было выделено 290 миллионов. Однако, чтобы полностью решить эту проблему, необходимо около 3 миллиардов. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты подоходного налога. С этой инициативой она выступила на парламентских слушаниях на тему повышения рождаемости в стране. Матвиенко назвала непростой текущую демографическую ситуацию. Только за первое полугодие суммарный коэффициент рождаемости снизился на 3%. Отметим, что на сегодняшний день подоходный налог для работающих россиян составляет от 13 до 15%. Президент Турции Раджеп Таиб Эрдоган обвинил западные страны во главе с США в лицемерии и молчаливом наблюдении на расстоянии за резнёй в секторе газа. «Если мы, страны организации исламского сотрудничества, как представители мусульманского мира, не возвысим сегодня свой голос, когда ещё мы сможем это сделать?» Задал вопрос турецкий лидер. С такой речью он выступил на саммите организации экономического сотрудничества, который проходит 9 ноября в столице Узбекистана. В третьей городской больнице Махачкалы состоялось обещание Общественной палаты Республики Дагестан по вопросу создания в регионе хосписов для оказания достойной палитивной помощи пациентам. На встрече также присутствовали представители Минздрава, депутаты и медицинские работники. Подробнее об этом в сюжете Хамзу Нурмагомедова. В Дагестане более 13 тысяч человек, которые нуждаются в палитивной помощи. Это люди с неизлечимым заболеванием, но кому необходима достойная медицинская и психологическая поддержка до конца их жизни. Один из участников совещания озвучил данные федеральной комиссии о том, как обстояли дела в этом вопросе три года назад. Некоторые отделения в Дагестане палитивной помощи существуют лишь на бумаге. Кадровая обеспеченность выездной патронажной службы тоже крайне низкая. Должны работать 22 врача выездной патронажной палитивной помощи взрослым, но такая служба работает только в негосударственной больнице номер 3, где мы находимся. В основном на благотворительные деньги. А это 3-4 выезда в день, что абсолютно не покрывает существую потребность. Эксперты отметили, что по обеспечению палитивных пациентов наркотическими и психотропными лекарствами регион находится на одном из последних мест в стране. Обеспечены менее 60% пациентов, а неинвазивными опиоидными анальгетиками менее 30% нуждающихся. Это один из самых низких показателей по стране. В Дагестане на местах практически невозможно получить правильное обезболивание. Врачи не хотят выписывать ничего, кроме трансдермального пластыря и трамала. По уровню обезболивания Дагестан СКФО занимает последнее место. Формально помощь на домы существует, но по факту к тяжелым больным детям и людям, нуждающимся в помощи, приезжают только представители НКО. На встречу выступили также представители Минздрава региона, которые курируют данный вопрос. По их словам, есть недочеты, но на сегодняшний день помощь оказывается всем. А нет, ситуация в Дагестане не плачевная. У нас действительно большое количество взрослых пациентов, нуждающихся в полиательной помощи. Их свыше 13 тысяч, но несмотря на такое большое количество их, они все получают помощь, хоть и не в стационарных условиях, в большинстве своем они обслуживаются амбулаторно. Поэтому сказать, что пациенты, нуждающиеся в помощи, ее не получают, мы не можем. И в целом ситуация достаточно стабильная, разумеется, недочеты у нас имеются, но мы над ними работаем и надеемся, что в скором времени разберемся со всем. Одной из некоммерческих организаций, которая на протяжении двух лет на благотворительной основе оказывала палеотивную помощь пациентам, является Третья городская больница. Ее еще называют Народной. Лечебное учреждение и сегодня готово предоставить свои услуги нуждающимся дагестанцам. Наше учреждение по виновственному втияту, палеотивная помощь нами оказывается, да, на средства благотворительной, но определенный период был выделен грант, бюджет, там был на короткий срок около двух месяцев. На сегодня, в силу того, что в учреждении не имеется республиканских коек, палеотивная помощь финансируется именно из республиканского бюджета. Нет ли какой-то вероятности, что и сюда как-то обратят внимание на эту больницу? Ну, наверное, по результатам сегодняшнего заседания круглого стола обратят внимание. Мы также хотим показать наши мощности, помещения, специалистов, тот блок, который мы имеем. И если как бы с поддержкой непосредственно с Министерства здравоохранения, я думаю, этот вопрос будет, возможно, решить положительно. Самбисты из Махачкалы показали лучший результат на чемпионате Дагестана, прошедшем в Каспийске. Эти соревнования были посвящены памяти героя России Адильгерея Магомеда Гирова. Борьбу за медали в разделе «Боевое самбо» вели более ста спортсменов в семи высадовых категориях. В неофициальном общекомандном зачете преуспели воспитанники спортивной школы «Спартак» имени Газимагомеда Ахмедова. У них пять медалей высшей пробы. По одному золоту у представителей Каспийска и школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Победителей наградили представители Минспорта, Федерации спорта и родственники семьи Магомеда Гировых. На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok